Добрый день! Рассказываю решение задачи. Оно будет проводиться в Excel. У нас есть запасы на каждой базе в тысячах единиц. И дальше есть потребности в магазинах в тысячах единиц. И матрица. Как читать эту матрицу? Это означает, что затраты, например, на перевозку из третьего базы в четвертый магазин составляют 3000 денежных единиц. Дальше у нас перевозимое количество. Это то, что нам нужно найти. И затраты рассчитываются по функции суммы произведений. То, что мы перевезем на тариф. На перевозку. Дальше у нас есть условия, которые мы должны дополнительно удовлетворить. То есть мы должны удовлетворить потребность. То есть потребность минус перевезенное количество для каждого из магазинов должно быть равно нулю. При этом здесь условие не то, что больше нуля, а именно равно нулю. То есть мы должны перевезти вот в этот, например, первый магазин со всех баз какое-то количество, но в сумме оно должно дать 8. Аналогично здесь для других магазинов все это считается. И дальше мы считаем остатки на базах. Они считаются как начальное количество минус то, которое будет перевезено. И теперь как решается эта задача. То есть по сути мы здесь записали все эти формулы, условия. И дальше мы пользуемся бесплатным, встроенным в Microsoft Excel, программным обеспечением. Он по-английски называется solver. Здесь это называется поиск решения. Эту настройку можно установить самостоятельно. Смотрите в интернете, как это делается. У нас есть целевая функция. Затраты мы минимизируем. Минимальными затратами. Видите, в условиях написано. Дальше мы меняем ячейки переменных. То есть мы вот это вот перевозимое количество будем искать. И дальше у нас есть ограничения. Вот это вот ограничение O17. Это и есть как раз то, что потребность удовлетворена. Для первого магазина PL17 равно 0, для второго и так далее. Дальше у нас здесь в конце идут базы. То есть первая база ячейка T18. Она у нас равна 0. То есть нам нужно по условию необходимо освободить первую базу полностью. Но для остальных баз также важны условия, что остатки для них должны быть, мы что-то перевезем, больше либо равны нулю. То есть отрицательные остатки по определению невозможны. И дальше здесь по умолчанию, например, мы можем искать это поиск решения неринейной задачи методом OPG. Соответственно, мы нашли найденное решение. Дополнительно здесь можете проанализировать результаты, устойчивость, пределы и так далее. Здесь есть дополнительный функционал. Итак, как мы можем интерпретировать данные условия. Допустим, вот у нас нужно было 8 перевести товаров, потребность была 8. Соответственно, мы берем 3 из третьего магазина и 5 из четвертого. И суммарно у нас получается 8 как раз. Вот. И так далее. То есть, ну вот в этот магазин в четвертый, например, даже из трех баз. И суммарно у нас получается со всех баз мы перевели. У нас остатки на первой базе обнулились. И остались остатки только на лишнее, на третьей базе. Спасибо за внимание. Соответственно, можно за эту задачу оплатить 500 рублей. И полчаса потребовалось с объяснением ее решения. Вот. Соответственно, если требуется там, не знаю, оформление в каком-то другом виде решения с помощью других там программных пакетов, там, какой-нибудь математики или на C++ написать алгоритм, либо каким-нибудь другим методом решать, северо-западного угла какого-нибудь и так далее, вот, каким-нибудь упрощенным примерно методом, вот, то это тоже все можно сделать. Но вот это самый, из практики, из такой реальной жизненной практики, да, которой вот я профессионально занимаюсь логистикой, это самый оптимальный способ. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.